МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. В нашем парке поселился замечательный режиссер. В Самаре открылся первый в России памятник легендарному Ильдару Рязанову. 330 миллионов рублей на улицу Молодогвардейскую. В Самаре завершается ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Такой же город нигде не найти. Сюда ведут все пути. Самарская группа Бомбоза призналась в любви родному городу. Впереди планеты всей Самары и Ростов-на-Дону стали первыми городами из принимающих чемпионат, где уже стартовало обучение волонтеров. Самарский боксер-профессионал рвется в бой. Максим Власов готовится к очередному поединку по версии WBA. В Самаре открылся первый в России памятник легендарному кинорежиссеру и нашему земляку Ильдару Рязанову. Бронзовая фигура режиссера находится в сквере рядом со 120-м домом по улице Фронзе. В этом здании планируют открыть музей Ильдара Рязанова. Ремонт уже ведется. В съемочной группе событий удалось первой побывать и в здании будущего музея. Эксклюзивные кадры в репортаже Ларисы Шалафаст. Открывается памятник народному артисту Советского Союза. В сквере на улице Фронзе поселился замечательный режиссер. Бронзовый Ильдар Рязанов сидит на скамейке и будто приглашает всех желающих присоединиться к просмотру фильмов. Автор памятника – грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе. Над скульптурой работал 4 месяца, причем без предварительных эскизов. В основном это ручная лепка. Мастер признается, и эта скульптура далась нелегко. Не было легко. В общем, он меня немножко помучил, потому что работая над скульптурой, у меня всегда возникали вот эти его персонажи, там Миронов, там, не знаю, Смоктуновский, все. И нелегко было. Но в конце концов как бы он поддался. На торжественное открытие первого в России памятника Рязанову приехали его родственники. Вдова Эльдара Александровича Эмма Байдулина не понаслышке знает. У Рязанова с Самарой был совсем не служебный роман. Для Эльдара Александровича это было точно на это счастье. Любил Волгу, любил набережные, любил вот эти просторы. Ну, вообще воздух, все любил. Здесь все, все было прекрасно в Самаре. Конечно, это большая радость для меня, как для головы города, и для нашего замечательного города, для нашей Самары. Я уверен, что сюда будут ходить люди, воспитанные фильмами. Ильдара Александровича водить детей, а может быть, кто-то и внуков, и делиться вот теми хорошими, добрыми вещами, делами, о которых Ильдар Александрович рассказывал в своих фильмах. После рождения Ильдар Рязанов был в Самаре в течение месяца. Затем родители вернулись в Москву. Следующий приезд в Куйбышев состоялся во время Великой Отечественной войны. В эвакуации Ильдар Рязанов провел год. И это время осталось в памяти кинорежиссера на всю жизнь. Он мне много рассказывал про жизнь в Куйбышеве тогда, про то, как он ходил на музыкальные спектакли, в Большой театр, в Эперетто. Он Сильву смотрел раз в 17. И это оказало на него влияние, то есть его любовь к музыкальной комедии идет отсюда и коренится здесь, в Самаре. Памятник стал частью единого арт-пространства, которое будет напоминать самарцам о рязановских фильмах и знаменитом земляке. А вот секреты самарской жизни режиссера раскроет комната, где жил Рязанов. Два окна и комната в 20 метров, разделенная шкафом. Скоро здесь откроют музей и все установят до мельчайших деталей. Музей откроют в 120-м доме на Фрунзе. Сейчас здесь в разгаре ремонт. Для экспозиции часть экспонатов предоставила семья Рязанова. Также раритетные вещи того времени приносят для будущего музея самарцы. Восстановленная комната и комната, посвященная жизни запасной столицы, разместятся на первом этаже. То, что касается каких-то элементов, связанных с атмосферой запасной столицы, то как раз мы скрываем для атмосферности этого, для восприятия этого времени, открываем частично несколько стен кирпичных, существующие кладки, создавая такую брутальность того настроения. То, что касается вторых-третьих этажей, то есть, конечно, мы тоже максимально внимательно относимся к существующим конструкциям, то есть, используя ее потенциал. Планируется, что музей Ильдара Рязанова откроется в Самаре в 2018 году. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Общение с родственниками Ильдара Рязанова продолжилось в неформальной обстановке. За чашкой чая гости поделились впечатлениями о новом памятнике. Олег Фурсов сообщил, что это первый монумент почетному жителю города. В планах на следующий год установить памятник Петру Алабину. Самара – один из крупных культурных центров России. Музеи, театры, библиотеки приводятся в порядок. Меняется и внешний вид города. О том, каковы сегодняшние тренды развития областной столицы, в обзоре Олега Зверева. Город, за внешность которого больше не нужно извиняться. Самара за последние годы радикально преобразилась. Фасады зданий приводятся в порядок как в историческом центре, так и в микрорайонах. К работам подключились меценаты. С 2015 года за их счет по-новому стали выглядеть 170 домов, большая часть которых – объекты культурного наследия. В 2017 году в Самаре отремонтировано 300 фасадов. Мы всегда немножечко стеснялись, в каком состоянии был наш город. И переживали, когда видели, что у соседей совсем другая картина. И когда сейчас, да, есть какие-то неудобства в плане того, что что-то загорожено забором, что-то красится, что-то там делается, это не напрягает, это наоборот радует, потому что за домом надо ухаживать. Второе рождение переживают и дома культуры. В условиях ограниченных финансовых возможностей городские власти находят средства сделать их не хуже столичных. Дворец культуры «Заря» долгое время выглядел как небольшой провинциальный досуговый центр. В 2015 году все изменилось. Теперь здесь выступают не только художественная самодеятельность, но и лучшие коллективы России. Такие же изменения и в ДК «Нефтяння», где сегодня завершается капитальный ремонт. Мы пенсионеры общительные, ходим по всяким мероприятиям и видим, как хорошает наш город, как внутри все театры, клубы. И другие общественные. Это вот мы и сейчас идем в художественный кинотеатр и любуемся. Самарская публичная библиотека восстановлена по чертежам 19 века. Новые технологии плюс историческое архитектурное решение. В итоге здание стало таким, как оно того и заслуживает. Не просто книгохранилищем, но и культурным центром, музеем истории. Она действительно стала интересным объектом, интересным для экскурсий. Восстановлена мемориальная зона со старинными шкафами, предметами, связанными с библиотекой, старинными книгами. Очень любопытный информационный ряд, куда включены биографии людей, посещавших эти библиотеки. В порядок приводятся и более поздние, но по необходимой городу библиотеки. В городе появляются новые памятники. По инициативе администрации разработан и изготовлен мемориал Петру Алабину. Объявлен конкурс на разработку скульптурной композиции в память о самарских ракетестроителях. В порядок приводятся знаковые городские объекты и гостевые маршруты Чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается капитальный ремонт площади Куйбышева, парка «Струковский сад», четвертой очереди набережной Куйбышевского откоса и Вилоновского склона. Я приехала из города Оренбурга поздравить свою любимую подружку с днем рождения. Мне очень нравится ваш город Самара. И вот я хочу сказать, что, боже мой, как красиво, как замечательно. К юбилею российско-болгарской дипломатии выполнена комплексная реконструкция улицы Старозагора. И самое главное, что на виду у всех жителей, Самара стала цветущим городом. Площадь высадки увеличена на четверть. Теперь цветущие растения все лето украшают как центральные проспекты, так и полисадники внутри каждого самарского двора. Олег Зверев, Вадим Быстров, События. 330 миллионов рублей на улицу Молодогвардейскую. В Самаре завершается ремонт дорог по федеральной программе. Здесь увеличили количество парковочных мест, уложили новый асфальт и плитку, установили фонари. Сейчас заканчивают монтировать лавочки и урны. Останется только убрать весь мусор. В обновленном сквере Шанхай побывала Марианна Мирная. Две давние подружки, Альвина Гневщикова и Людмила Дановская, живут в доме на Молодогвардейской больше 40 лет. Сквер Шанхай для них место знаковое и любимое. До ремонта, говорят женщины, в него страшно было зайти. Асфальт потрескался, местами провалился. Света и урн не было вовсе. Теперь же глаз радуется. Везде плитка, в том числе и тактильная. А это 5000 квадратов. Это за 42 года первый раз такое чудо нам творят. Во-первых, асфальт был весь поломанный. Наступить некуда было. Идти было очень сложно. Спотыкались, падали, поднимали друг друга. Была очень неровная была поверхность. Потом, значит, что еще? Мусор был. Никто не убирал. Были сплошные трещины. Асфальт был такой вот. Ходить было очень неудобно. И лестницы были разрушены. То есть, ну, отличие кардинальное получилось в этом отношении. И то, что вот туи посадили. Я говорю, я так люблю туи. И они вырастут. Это вообще будет шикарно. 39 автомобильных дорог, мост и путепровод на общую сумму более 2 миллиардов рублей выполнены по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Все объекты в завершающей стадии. Готовность улицы Молотогвардейская от Невской до Вилоновской 99%. Срок сдачи 31 октября. Парковочных мест в центральной части Самары всегда недостаточно. Поэтому было принято решение сделать 4 дополнительных кармана для автомобилей. И в трех местах сделаны въездные карманы для общественного транспорта. За счет того, что убраны старые зеленые насаждения, проведено кронирование деревьев, пространство раскрылось. И вот сейчас мы видим именно тот облагороженный сквер. Но при этом с максимальным сохранением исторического наследия, которое было. Решение о восстановлении пришедшего в негодность фонтана в сквере Шанхай было принято на встрече главы Самары с представителями общественного совета микрорайона. Отделку чаши фонтана и установку насосного оборудования сделают уже в следующем году. Также, принимая решение о том, будет ли он световым или звуковым, учтут мнения жителей окрестных домов. На зеленой территории уже высажено больше полусотни кустарников и деревьев. А сейчас здесь заканчивают устанавливать лавочки, урны, фонари и ограждения. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Самарский Роспотребнадзор провел 190 проверок на предприятиях по производству и переработке молочной продукции. Итог – почти сотни штрафов на миллионы рублей. Подробнее об этом расскажет Олеся Карецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте. Нефть достигла стоимости 59 долларов 32 цента за баррель. Курс валют на 28 октября. Доллар 58 рублей 8 копеек. Евро 67 рублей 52 копейки. Подорожали металлы. Золото стоит 2373 рубля. Серебро 31 рубль 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 5 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 77 копеек. Эксперты прогнозируют повышение цен в декабре на 3%. И напоминают, именно в этом году впервые за 6 лет в августе произошло рекордное снижение цен. Аж на 27% подешевели овощи и фрукты благодаря хорошему урожаю. При этом специалисты напоминают, на цены могут повлиять новые санкции и акцизанный бензин. А Самарский Роспотребнадзор оштрафовал компании по производству и продаже молочных продуктов на 4,5 миллиона рублей. Ведомство выписало 90 штрафов за несоответствие продукции принятым нормам. Два предприятия было закрыто. На этом все. И пусть дела идут в гору. Такой же город нигде не найти. Сюда ведут все пути. Самарская группа «Бомбоза» призналась в любви родному городу. Песня «Самарская» вышла в сеть и уже успела завоевать поклонников. По тексту песни с группой «Бомбоза» прогулялась Марьяна Мирная. Для солиста группы «Бомбоза» Вадима Малявина Паниковский стал маяком еще в детстве. Всю Самару он облазил вдоль и поперек. Но песня получилась только сейчас. Автор говорит, такой город определенно заслуживает хорошей песни с местным колоритом. Брали такие точки географические, которые мне хорошо известны. А мне известен весь город. То есть если кого-то там не упомянул, то, извините. Например, там Полевая. Это гордость наша. Я помню, мы пацанами скатывались на этих, на санках вниз по зиме. Все участники группы самарские и дружат с детства. Впервые собрались играть в 1986 году. Потом расстались на 20 лет. И только два года назад поняли, что не могут без музыки и друг без друга. Мы на подушках, на все, что на коленках, на все, что угодно. Даже проезжая в машине, ты отстукишь ритм и балдеешься от этого, музыцируешь. Для каждого из музыкантов группа – хобби. В обычной жизни они строители, рекламщики и даже директора компаний. Репетируют ночами, выходные. Потому что мечта детства должна исполняться, уверены в группе. А если вдруг, правда, не только сидишь у своей телевизора и пьешь пиво, но и лучше еще какие-то, достигаешь какие-то вещи. Особенно те, которые тебе очень мечтали с детства. Это, конечно, очень здорово. И здесь просто нас всех прет. От нас, в данном случае, прет от музыки, нас прет от Самары. Мы очень счастливые, счастливые люди. Меня от Самары прет, я понял, за много лет. Самара без меня проживет, а я без Самары нет. Мариана Мирная, Василий Кладашов. События. Индийские гости с варшавским акцентом. В Самарский цирк привезли новую программу с участием самых больших животных на Земле – слонов. В составе Варшавского цирка приехали настоящие звезды – слонихи Дженни и Магда. Общий язык с ними искала Юлия Черняева. Что же я не понимаю, что ли? Кот – другое дело. Слоны – животные полезные. Их называют толстокожими и неповоротливыми. Но все же слоны – самые большие животные на Земле. И самые умные обладают феноменальной памятью и умеют смеяться. Приехавшие в Самару индийские слонихи Дженни и Магда – настоящие звезды кино и рекламы. Уже более 40 лет пятитонные артистки в специальном фургоне ездят по городам России и мира. На манеже слоны без проблем делают ласточку, кружатся в вальсе, ползают, фигурно поднимают хобот. С 2009 года слоних дрессирует Сергей Гулевич – достойный представитель цирковой семьи. Одна толстуха линейная, а вторая такая она живенькая, Магда. То есть по характеру у нее такие. Дженни она любит покушать, очень не любит работу, очень любит отдыхать все время, поспать, поваляться, покушать. А Магда, наоборот, она знает свою норму, то есть любит какие-то там движения устраивать, такая хулиганистая, озорная очень. Помимо слонов у нас в программе будет также очень много интересных номеров. Это, например, два интересных номера – это бокс с кенгуру и джигиты на страусах. Помимо этого у нас также будут эквилибристы, воздушные гимнасты, лошади, пони и всего очень много-много интересного. Они теплые, нежные и ласковые, понимают три языка – русский, польский и английский. И здесь, мне кажется, в Самаре им очень нравится. Если вы до сих пор думали, что слоны неповоротливые и уклюжие – это громадное заблуждение, варшавский цирк это докажет. С 28 октября в нашем Самарском цирке удивительное представление. Не верите? Приходите и сами посмотрите. Юлия Черняева, Василий Колдашов. События. Живут и дышат футболом. Самары и Ростов-на-Дону стали первыми городами, где начали обучать волонтеров к чемпионату мира. Активистам предстоят насыщенные тренинги и упражнения на работу в команде. В рио-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с добровольцами и узнал, как они настроены. Несмотря на 9-часовой рабочий день, волонтеры бодры и энергичны. Расслабляется молодежь по-своему. Танцуют и показывают творческие номера. Все разбились на команды – красные, синие, желтые. При регистрации давали браслет случайного цвета. И это дало возможность поближе познакомиться с теми, с кем предстоит работать. Программа была очень содержательная, довольно насыщенная. Много нового узнали, старые какие-то знания подкрепили. Было очень здорово узнать тех, с кем будешь работать, с кем будешь на чемпионате и с своей командой познакомиться. Первые 200 человек будут обучаться 10 дней. Затем следующая группа. Всего в стране на участие в Мундиале было подано 175 тысяч заявок. В городе будут задействованы почти полторы тысячи волонтеров. Некоторые из них уже побывали на Кубке Конфедераций. Это Сочи, Казань, Петербург. В гости к молодым людям приехал и Дмитрий Азаров. Ему подарили знаковую футболку. И от всей команды волонтеров... Возвращаем этот памятный подарок. Впечатления замечательные, они классные. Они энергичные, они заинтересованные, они готовы помогать людям, готовы делиться своим душевным теплом буквально с каждым человеком. И вот эту их энергию я ощутил на себе. В конце трудового дня, приехав сюда, буквально между совещаниями на какие-то 15 минут, я зарядился этой энергией. У нас прекрасное будущее волонтерской организации. Мы рассчитываем всерьез на этих молодых ребят и девчат. Данил Лучко, Василий Колдашов. События. Самарский боксер-профессионал Максим Власов готовится к очередному поединку за звание чемпиона мира. Бой намечен на декабрь. С подробностями Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский боксер-профессионал рвется в бой. Раперист Кирилл Бородачев взял серебро этапа командного Кубка мира. А студенческий овал разыграли регбисты самарских вузов. В Самаре впервые прошло открытое первенство города по регби «Студенческий овал». За главный трофей наравне с мужчинами сражалась и женская команда «Барса». Матчи с ее участием проводились без захвата в формате тег-регби. Чтобы остановить игрока, владеющего мячом, с него нужно было сорвать всего лишь прикрепленную к поясу цветную ленту. По ходу турнира девушки освоились и в плей-офф даже смогли победить мужскую команду «Легион» со счетом 5-3. А выиграли первый студенческий овал кенельские рестлеры. Успешно выступил на этапе командного Кубка мира по фехтованию рапира самарец Кирилл Бородачев. В Каире-Египет он завоевал серебряную медаль. На пути к зачетным очкам российская сборная с одинаковым счетом 45-31 обыграла Египет и Южную Корею. А Францию с трудом победила 44-43. В финале команда Кирилла Бородачева уступила США 26-45. Самарский боксер-профессионал Максим Власов планирует провести свой очередной бой в декабре. Есть несколько вариантов. Защита регионального титула или провести поединок за звание официального претендента чемпиона мира. Тогда будет совершенно другой соперник и другая дата. В последнем бою Власов досрочно победил канадца Дейтона Дейли 7 сентября в Саратове. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Всего вам доброго и отличных выходных! Дом на улице Вилоновской обещают достроить в конце 2019 года. Здание начали возводиться в 2003-м, через 5 лет застройщик обанкротился. Ситуацию удалось взять под контроль после вмешательства областных и городских властей. Необходимо внести изменения в проект, потому что прежний не соответствует правилам застройки и землепользования. А также найти деньги на окончание строительства, это 580 миллионов рублей. И ускорить оформление всех документов, чтобы найти решение проблемы уже в ноябре. Сад в детской картинной галерее открылся после ремонта. Старое асфальтовое покрытие полностью демонтировали и заменили на плитку. В обновленном саду появилась историческая достопримечательность – уникальный колодезный люк самарской правительственной телефонной сети. Он был изготовлен в начале 20 века. Раньше этот люк, датированный 1915 годом, располагался на Хлебной площади. Затем его переместили на территорию сада дома-музея Клотта. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос с ремонтом самого здания усадьбы. Руководство планирует разместить там интерактивный выставочный зал. Еще один детский сад начал свою работу. В здании три этажа. У каждой группы есть своя спальня, игровая и индивидуальная кухня. Сад рассчитан на 350 детей. В возрасте от 2 до 7 лет на прилегающей территории установили большую игровую площадку. Струковский сад готов на 70%. Почти завершены основные работы. В парке заканчивают укладку плитки и начали стелить газон. 30 тысяч квадратных метров полотна сделали с учетом местных климатических условий. Систему освещения обновили. Установили 180 световых опор. Заменили все провода и подключили к электроснабжению. Завершено устройство ливневой канализации и водовода. Практически закончен монтаж системы автополива. Восстановлено ограждение. В парке трудятся 5 бригад ежедневно. Сделан специальный заезд для маломобильных граждан на углу улиц Вилоновской и Максима Горького. Капитальный ремонт проводится по приоритетному федеральному проекту формирования комфортной городской среды. 400 миллионов рублей дополнительно получит Самара на строительство Фрунзенского моста. Он должен быть достроен к 2019 году. Такую задачу поставили в федеральном правительстве. Проект «Безопасные и качественные дороги» продолжится. В ближайшие два года Самарский регион получит финансирование из федерального бюджета на ремонт дорожной сети. Завершается ремонт во дворе дома 138 по улице Победы. Он участвует в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Один двор на семь многоквартирных домов. Здесь заменили асфальтовое покрытие по специальной схеме, чтобы не скапливала дождевая вода. Также обновили бордюры и освещение. Работа ведется комплексно с учетом пожеланий жителей. Двор на улице Победы 138 – один из 35 в Кировском районе, которые будут отремонтированы до 31 октября. Обновленная площадь Куйбышева станет самой большой фан-зоной среди российских городов-участников футбольного чемпионата. Она сможет одновременно вместить 30 тысяч человек. Планируется, что на площади смонтируют большую сцену высотой 26 метров. На сцене установят светодиодный экран. Также на площади появится 50 шатров для медицинского обслуживания, обеспечения безопасности, а также точки общественного питания. Капитальный ремонт площади практически завершен. Заканчивается монтаж систем видеонаблюдения и освещения. Также рабочие обустраивают подиум памятника Валериану Куйбышеву, устанавливают сквер в скамейки и урны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова